Как дела, ребят? Добро пожаловать на канал. Сегодня 16 августа, и вчера на Твиттер я загрузил вот эту картинку, на которой изображена идущая вверх наклонная трендовая линия биткоина, и то, насколько опасно мы приблизились к возможности провалиться под эту линию. И, конечно, многие написали мне, Кевин, моя трендовая линия не такая, как твоя. А некоторые мне сказали, что твоя трендовая линия не имеет никакого смысла, так как она не на линейном графике, а еще она не с самого начала 2023-го. И если мы включим линейный график, то мы увидим, что мы довольно далеко еще от трендовой линии. В итоге данная картинка немного заставила людей поволноваться. А в комментариях развязался спор о том, какая линия правильная. Вот эта или на линейном графике. И в сегодняшнем видео мы с вами это все обсудим. Если вы меня не фоловите на Твиттере, обязательно исправьтесь. Мы приближаемся к за 30 тысячам подписчиков, что очень круто, и я вам за это очень благодарен. А еще нажмите лайк под этим видео. Но возвращаясь к сегодняшнему вопросу, то если бы я вас спросил, а какая, на ваш взгляд, линия правильная, логарифмическая трендовая линия или линейная трендовая линия, что бы вы сказали на этот счет? И если ваш ответ был бы логарифмическая трендовая линия, то вы не правы. Если ваш ответ был линейная трендовая линия, то вы также не правы. Ключевое слово в ответе — это интерпретация рынка. И когда речь заходит об интерпретации рынка, то важно помнить, что иногда есть больше, чем один способ посмотреть на паттерн. И важный элемент здесь не доказательство того, что правильно, а что неправильно. Дело в том, что мы этим не управляем. У нас нет контроля того, какой трендовой линией пользуются трейдеры в своем анализе. В итоге у нас нет контроля над тем, на какую трендовую линию они отреагируют. Таким образом, реакция рынка является ключевым для понимания данных трендовых линий. Прямо сейчас, если мы посмотрим с вами на логарифмический график, то есть на трендовую линию, на которой мы сейчас находимся, то увидим, что мы сейчас к ней приблизились и немного отскочили, как бы видя некоторый суппорт от этой линии. Но если цена приблизится к ней и упадет ниже, то, возможно, мы увидим реакцию рынка и импульс вниз. Интересно здесь то, что даже если некоторые трейдеры отреагируют на эту трендовую линию, то другие трейдеры будут ориентироваться на линейную трендовую линию, что значит, что даже если мы получим импульс вниз, то сохранится вероятность, что рынок интерпретирует данную трендовую линию как поддержку, и мы отскочим. И это момент, который я хочу довести до людей, чтобы они это поняли. То есть решение заключается в том, что смотреть нужно на обе. То есть в анализе мы должны использовать оба этих сценария для принятия решений. Сейчас логарифмическая трендовая линия является ключевой, за которой сейчас следит рынок. Если мы провалимся ниже этой линии, то следующим этапом будет аналитика линейной трендовой линии. А на сегодняшний день наша задача — следить за трендовой линией на логарифмическом графике. И на мой взгляд, это важный момент в интерпретации рынка, потому что от этого зависит реакция людей. Также я хочу обратить ваше внимание на комментарий от учетки CryptoCon, который показывает несколько картинок с историей биткоина, где на трендовых линиях изображены восходящие низы вдоль трендовой линии, а также несколько трендовых линий из одной исходной точки. Но в итоге мы все равно растем, образовывая небольшие провалы, скорее даже ложные, с формированием более долгосрочного трендового движения. И если мы посмотрим на биткоин, то видим отличный пример. Если мы посмотрим на историю биткоина в 2020 году, прямо в момент события Халвинга, то был пробой трендовой линии. И я уверен, что это можно воспринимать совершенно по-разному. На самом деле это не важно. Суть в том, что мы пробили трендовую линию и удержались на поддержке, как бы сформировав движение в боковике. И даже если вы построите трендовую линию, как вот, например, эта, если посчитаете нужным, то она также была пробита, но мы нашли поддержку. И все это приводит к тому, что криптокон хочет нам показать на данных графиках. И он хочет нам показать, что у биткоина сейчас происходит что-то похожее на это. Мы пробили трендовую линию, поддержались и пошли выше. И да, все сценарии возможны. Мы уже видели такие движения ранее. Поэтому вопросов здесь нет. Биткоин может пробить эту трендовую линию. На этом мир не заканчивается. Возможно, мы найдем поддержку и снова продолжим рост. Но все это очень сильно связано с фондовым рынком. Если биткоин пробьет эту трендовую линию вниз, то я буду искать кое-что среди вот этих цен, которые были ранее сопротивлением, сопротивлением и поддержкой. И во всей этой ситуации я больше склоняюсь к тому, что если все-таки мы опустимся ниже, то сформируем поддержку, пройдем в боковике и снова пойдем вверх. Что-то типа вот этого. Не могу сказать, будет ли таким быстрым восстановление. Это может занять немного больше времени. Возможно, мы увидим боковик до целого конца этого года. А вверх уже пойдем в 24. Поэтому если мы все-таки пробьем этот уровень, то следует ожидать еще большего боковика. Вероятно, мы даже опустимся до уровня 20-25 тысяч, немного ниже уровня 25К. Для меня это рабочий сценарий в случае пробоя. Где-то между этими линиями. И если мы сможем его удержать, а также отскочить, то я буду ожидать уровней по Фибоначчи. Если мы с вами посмотрим на уровни Фибоначчи в зоне коллапса FTX, то это будет отличным примером. Удивительная точность, как отработали уровни Фибоначчи по краху FTX. Вы видите, каждый раз, когда мы достигали вершин, они в точности попадали по уровням Фибоначчи. Посмотрите, 1,618 стала нашей целью в феврале. 2,618 стала нашей целью вот здесь, в апреле. В точности по линии Фибоначчи. И если мы продолжим, то моя цель будет где-то здесь, чуть выше 37К. Это вам для общего ориентирования. И сегодня у нас проходит собрание ФРС, на котором будут обсуждаться риски значительного скачка инфляции. И по словам ФРС, данные инфляционные риски могут потребовать дальнейшего ужесточения экономики. При этом мы также слышали заявления ФРС о том, что они не наблюдают признаков рецессии. Но, честно говоря, я не верю ФРС, когда они говорят, что это вероятно, а это маловероятно. Потому что они говорили нам, что у нас не будет инфляции. Помните, они говорили, что инфляция проходящая? Ну, то есть, come on! Очевидно, что это все завязано на ожидании людей по инфляции, по борьбе с инфляцией, по тому, что инфляция будет падать. И, конечно же, это все манипуляция ожиданий. Они говорят нам, что нет никакой рецессии, и нам нужно поверить, что на самом деле они нам хотят сказать, не ждите рецессии, но она может случиться. То есть, на самом деле мы не думаем, что они говорят. Я на это не куплюсь. С учетом того, сколько раз они ошибались. И по результатам заседания ФРС мы видим медленное замедление активности в экономике. Таким образом, они говорят, что экономика замедляется, при этом одновременно ФРС нам говорит, что мы не наблюдаем наличие рецессии. Ну, окей, на самом деле, такие заявления крайне противоречивы. Другие же говорят о том, как это связать с заявлениями в июле об остановке роста ставок. Некоторые говорят, что не следовало поднимать их в июле. Но я думаю, что мы все ближе и ближе к достижению консенсуса об остановке поднятия ставок, рано или поздно. И я думаю, это вероятно, что произойдет в ближайшие пару месяцев. Несмотря на то, что Джером Пауэлл говорит, что все-таки ожидайте риски дальнейшего поднятия ставок. Этим он пытается сохранять контроль над ожиданиями. При этом со временем мы видим это замедление и приближаемся к остановке поднятия. Также мы видим, что индекс доллара США уперся в сопротивление. И я думаю, что это довольно ключевой момент для индекса доллара США перед тем, как он сильно начнет падать, в то время как биткоин начнет расти. Также мы видели не спадающую консолидацию, в то время как у биткоина была восходящая консолидация. Поэтому если DXY пробьется вверх отсюда, то биткоин может провалиться под логарифмическую трендовую линию. Но если DXY упрется в сопротивление, откатится вниз, то у биткоина может снова образоваться скачок вверх. Сейчас на это действует множество разных сил. Поэтому сейчас у нас скорее период ожидания. Многое должно произойти, а я хотел подвести итоги по ситуации. Но как только рынок снова начнет двигаться, мы снова заговорим с вами о стратегиях торговли к альткоинам. Поэтому с вас подписка и лайк, а с меня качественный контент. На этом все и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok